И всем привет, ребят, с мастер-байки, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, и сегодня вместе с вами мы протестируем новые обновленные устройства на пушку молот за кристаллы, и сегодняшний видеоролик будет приурочен устройству пятиступенки на пушку молот, посмотрим как она себя проявит, говорят, что лютейшее имбище, и это устройство наваливает суперплотного контента в рамках нашего матчмейкинга, проверим, так ли это на самом деле, ну и посмотрим, что у нас из этого получится, если вы ждали видеоролик игрового формата с обзором этой пушки, то обязательно не забывайте поддерживать, дай мне это с лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и, конечно же, не забывайте участвовать в его розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов, для этого настройка игровой аккаунта, и стоит ему лично, и так, так, темпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форму, которая есть в описании. И что же касаемо нашего молота, то мы пикаем быстрый бой, не буду я здесь выбирать никакие режимчики, не буду я здесь ни во что углубляться от слова совсем, ну и просто пикаю, и посмотрим, куда же меня здесь закинет, надеюсь, что карта будет у нас какая-нибудь жесткая, интересная, супер подходящая, где мы сможем навалить плотненького контентика. Ну, но запикивает меня на стадион, и на стадионе, я думаю, что лучше, конечно же, его перепикнуть в стадион, это немножко не то, что я бы хотел бы видеть, поэтому лучше здесь быстро, как говорится, перепикнуть, чем играть на карте, где у тебя, грубо говоря, брежней дальности пушка, а ты будешь наваливать через всю карту на, ну, карте, где открыться очень сложно, а вот кунгурчик, вот это уже хорошая карта для реализации этого устройства, ну и будем пробовать, будем смотреть, что же у нас из этого будет получаться. Будем стараться выпушивать базу противника, ну и накидывать как можно больше урончикса. Так, против у нас, я смотрю, что тут есть страйкеры в большом количестве, есть смоки, есть магнумы, сейчас посмотрим, что нам по резисту лучше подобрать из интересненького, ну и больше я буду делать акцент именно на выпушивании базы оппонента и игры от этой базы, да, то есть идея у меня такая, то есть я выпушиваю и стараюсь уже от базы противника накидывать как можно больше урона. Что я вижу по первым моментам? Перезарядка у меня довольно быстрая, прям, ну максимально быстрая 5 выстрелов, да, и при этом и при этом эти 5 выстрелов, ну, довольно хороший дамаг наносят в сумме, даже с гиперионом, даже с гипериончиком урончик залетает прям максимально приятный, только единственное, надо постоянно разряжать полную обойму этих 5 выстрелов, не надо оставлять там какой-то промежуток, ну и перезарядка такая позволяет мне очень большое количество урона наносить, если честно да, то есть прям вот с такой перезарядкой максимально приятно играть прям максимально приятно играть и можно накидывать очень хорошее количество урона, если еще и криты залетают а у противника нету защиты от крита, то вообще выглядит мега-мега круто так, единственное, только нам надо резиста страйкера взять, потому что страйкеры начинают тут уже довольно плотно мне наносить урона так, страйкер скорпион, там еще магнум, рельсам, блин, я даже не знаю, что мне лучше взять перед доставкой нашего тиммейта с лили успеет ли доставить? да, успевает, 1-0 открываем счет мы в рамках этого боя шикарно так, ну а я продолжаю играть под респ я не буду, в принципе, ничего абсолютно здесь менять буду играть агрессивно под вражеский спаун и уже от вражеского спауна буду стараться раскручиваться и как раз таки респить оппонента и давать какое-то пространство для своих тиммейтов да, то есть идея у меня такая ну и вообще смотреть, что у меня по урончику здесь будет залетать пока выглядит очень круто очень круто то есть для устройства за кристаллы пока что я наношу прям супер большое количество урона прям вообще мега бомбово выглядит все это дело так, ну и мы можем здесь агрессировать, да? мы можем здесь агрессировать мы можем здесь накидывать мы можем давать прям очень плотненького контактика так, ну и все в принципе я уже резист себе придумал страйкер эльса карпион мы возьмем такой резист не будем брать резист от шафта возьмем страйкер и скорпиончик в принципе это идеальный рез под респы так, и наши тиммейты доставляют уже второй флаг уже второй флаг залетает от наших тиммейтов ну шикарно пока что складывается каточка прям очень хорошо для нас и нашей команды блин, только вот здесь вот мне немножечко не подвезло немножечко неприятненько я в минус упал так, ну и нам надо как-то закрепиться на респе нам надо как-то закрепиться на вражеском спауне и постараться уже от этого спауна разыгрывать всю ситуацию так, здесь что тут у нас паладина сливаем хантер, кстати, вражеский пытается увозить у меня есть овердрайв который я успешно вжимаю сразу не думая вжимаемся, пытаемся быстренько вернуть бэм, какая же скорость снаряда быстрая у молота теперь с этим с этой быстрой перезарядкой офигеть, насколько может молот все-таки жестко наваливать контента на сегодняшний момент времени я прям даже немножко в шоке от такого-то урончика прям выглядит максимально круто и при этом мы уже 3-0 ведем 3-0 мы уже ведем так, у меня аптечки колдаун был, к сожалению так, но пока ситуация мне очень нравится и карту мы выносим в салатик под нарезку колбасы так еще и 13 киллов у меня уже на викинга молоте с 5-ти ступенкой выглядит прям максимально круто ну и я, если честно, хочу продолжать играть от вражеского респа не хочу я пытаться под увозы играть хочу именно играть под урончик если наша стратегия на сегодняшний момент времени работает то зачем, как говорится мне ее менять да, зачем мне начинать играть в какой-то другой стиль если мы сейчас по урону выглядим ну прям супер круто да, то есть я выпушиваю наши тиммейты увозят пока я отвлекаю да, и доставочки залетают одна за другой да, то есть счет говорит сам за себя 4-0 есть по убое у нас еще даже не прошло и все работает как часики да, и урончик работает супер бомбовый как часики и в целом показываем результат очень крутой поэтому, ну как будто бы это лучшее устройство закристалла на молот на сегодняшний момент времени есть у меня такое ощущение потому что когда-то было время я пятиступеночку использовал вместе со слагерем когда была возможность использования двух устройств одновременно я вот как раз таки это устройство использовал сразу вместе со слагером вот это интересно пассажир все время за мной бегает пока у нас флаги доставляют тиммейты он пытается все за мной бегать ну в принципе для команды это шикарно что за мной вот такой вот пассажирчик летит все постоянно пытается что-то мне сделать пока наши тиммейты оформляют вкусненькие доставочки так здесь арес главное что повердайв не нажал попробуем его быстренько тоже здесь слить отлично сливаем магнум там пытается накидывать 6-0 ребяточки у нас уже счет 6-0 пока выглядит все очень шикарно пробую пожить пробую закрепиться здесь магнум под меня играет у него кстати есть овердрайв но он пытается играть наоборот на широкую зачем он на широкую едет мне непонятно особо сильно потому что как будто бы ему наоборот надо было бы со мной сблизиться так ну ладно в принципе меня это устраивает меня это устраивает я могу просто покидать понакидывать понаглеть постоять на базе у противника поотвлекать на себя внимание да то есть пока там противник смотрит в мою сторону наши тиммейты уже флаги увозят шикарно конечно шикарно просто бомбово вот видите все разворачиваются ребятки тут по 3-4 танка просто начинаешь отвлекать и уже наши тиммейты привозят еще больше флагов вот в таком эквивалентике так 6-0 6-0 у нас у меня есть овердрайв хоппер здесь вжимается я не понял как он на меня достал если честно он не должен был до меня наставать здесь еще и лаксерва какой-то произошел что за приколы ну что это то досики какие-то что ли или что тут происходит не знаю или у меня пингануло так у меня есть овердрайв на реализацию есть аудишник на контенте как будто бы можно было бы тоже попробовать какую-то движуху здесь произвести с прожатием например слева у противника на базе так здесь паладинчик пытается увозить кстати паладинчик взял резист от меня есть овердрайв дроповый играем подоверку дроповую забираем ее шикарно отыгрываем ну и здесь в принципе это овердрайв просто дроповый поэтому ничего страшного в этом нету что я его супер круто не реализовал так хантера быстро набреваем пытаемся играть на подпуш а чему нет почему нет играем в агрессию пытаемся задушить противника здесь уже васпик выдавливает плотненько бомбочку ставит хантер сжимает овердрайв наш тиммейт делает возврат ну и пока все выглядит максимально круто прям максимально круто все выглядит победочка залепливается а это вражеская смока там стояла ничего себе я думаю это тиммейт я даже не знаю тут как будто бы даже и нет особо смысла прожимать овердрайв но с другой стороны наверное наношу чтобы у меня оверка копилась побыстрее новенькая как будто мне все равно надо найти вжатие а флаг не вернули ё-моё я думал тут флаг то уже давным-давно возвращен а тут оказывается то флаг то не вернули вот оно что вот оно что ладно ничего страшного мы то все равно на контроле позиционочки работаем у нас все четко контроль позиции есть контролинг противника есть восьмая доставочка есть все четко идеально 28 киллов у меня прожатием всего лишь одного овердрайва пытаюсь найти какой-то супер тайминг для прожатия но этого тайминга просто-напросто не найти поэтому я вжимаюсь респлю двоих с разворотиком под раскурик кого-то бы еще бы поймать но никого просто-напросто нету падает еще один дроповый аудишник пытаемся просто накидывать в спину оппоненту чтобы тот разворачивался пытался что-то отвлекаться играть под меня наши тиммейты уже тем временем доставляют 8 флагов безответных да ситуация просто максимально шикарная все выглядит очень и очень достойненько ну и 30 киллов у меня уже на молоте с 5 ступеночкой за кристаллы устройства напоминаю ребятки это за кристаллы устройства которое показывает очень и очень крутые результаты так ну здесь мы можем сыграть под подбор в надежде что наши тиммейты как раз таки сделают возврат зачем он хочет флаг я ему флаг не скину зачем ему на вас по фрезе флаг так ждем возвратик сыграем даже немножечко пассивней здесь хотя под меня сейчас тут страйкер наверное откроется будет очень больно но в моменте будет больновато но надеюсь что я сейчас в упоре если что переживу попробую сблизиться с ним отлично пока он напал на низ у меня сейчас отказаться скорее всего уже аптечка там возврат флага уже произошел блин и гаусс меня здесь рубит жестко рубит гауссик возвратик наверное сейчас он оформит да оформляет он возврат в принципе ничего страшного меня все устраивает целиком и полностью в рамках этого боя да доставку мы не сделали но ничего страшного в этом я не вижу еще бы вот так вот меня бы не выкидывало с катки было бы вообще максимально круто а то вот это вот непонятно что происходит что вот почему меня сейчас выкинуло почему меня выкинуло в чем прикол да я в шоке игровой момент а если бы сейчас счет был бы например 8-8 а не 8-0 да и чел у меня увозит флаг а меня просто берет и кикает с карты прикольная конечно ситуация но в рамках этого боя меня все целиком и полностью устраивает поэтому даже такие моменты меня особо сильно не расстраивают ой магнум васпик ставит бомбочку сверху бомбочка сверху не срабатывает минутка до конца по сути мы уже можем сказать что это устройство супер хорошо себя показывает в рамках устройства за кристаллы да и я даже немножко удивлен да вот как как может перезарядка выстрела настолько сильно влиять на баланс устройства да чуть-чуть больше сделали вернее быстрее сделали перезарядку устройства и все и все и все это устройство уже на совсем другом уровне оно уже просто показывает совсем другие результаты оно уже реально крутое оно реально уже делает денежки и это очень круто это очень круто когда всего лишь тебе надо чуть-чуть дать густа пушки да и устройство с этой пушкой уже начинают смотреться значительно значительно интереснее. 15 секунд у нас до конца боя. Пытаемся еще кого-то здесь подреспить по-быстренькому. Респим. Критов очень много залетает. Забираем еще пару оппонентов. То есть с этим устройством чисто на респах противника надо играть. Вот чисто подреспик играешь и накидываешь безумно большое количество урона. 36 килов за такую карту. Я считаю, что это супер результат. Поэтому обязательно поддержите данный видос лайком. Пробуйте играть на этом устройстве. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Ну и пишите все свои мысли в комментариях под этим видеороликом. Что вы думаете по этому устройству. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!